Спасибо, Михаил. Доклад будет состоять из двух основных частей. Во-первых, я постараюсь объяснить, чем мотивировано наше исследование и предложить вам подумать, помыслить за пределами традиционной области ИМК и представить себе, что еще можно получить от ИМК, помимо тех возможностей, которые существуют уже сейчас. Если посмотреть на типичные ограничения, характерные для ИМК, они связаны не только с неинвазивными, но и с инвазивными ИМК. Вот эта схема, которую предложил Вольпу, она очень полезна для того, чтобы понять, какие простые действия, обычные действия наша моторика выполняет. Здесь не только кора головного мозга контролирует наши движения, управляет движениями, но и другие структуры, в том числе мышечные ткани, мозжечок и другие дела. Что касается ИМК, здесь ситуация совершенно другая. Он, как правило, напрямую завязан с корой головного мозга, а все остальные системы, вплоть до спинного мозга, они либо в одне задействованы, либо задействованы с помощью совершенно другого интерфейса. Поэтому вот эти структуры, в принципе, не включены в сферу контроля или управления действиями. Это значит, что система ограничена, а в то же самое время мы, возможно, можем что-то почерпнуть новое из этих взаимодействий человека и машины, которые привязаны к коре головного мозга. Я считаю, что было бы полезно посмотреть на ИМК глазами дилетанта, глазами общества в целом. Считается, может быть, что ИМК – это такое фантастическое устройство, которое напрямую преобразует наши желания или наши намерения в какие-то действия, без каких-либо усилий с нашей стороны. Ну и какие другие фантастические возможности нам дают. Но если мы хотим видеть что-то, если все хотят, или многие хотят видеть именно это, может быть, это имеет смысл, тогда, наверное, нужно посмотреть, что на самом деле мы можем получить от ИМК. Что происходит в случае ИМК? Более типичная ситуация для инвазивных, чем для инвазивных. Здесь более удовлетворительная точность. Достигается степень автоматизации или автоматичности, что пользователь фактически чувствует, что его намерение напрямую преобразуется в действие. Конечные мышцы не используются, не задействуются в этой системе управления движениями, как правило. Может быть, мы можем создать новый режим действия, потому что мы соединяем наш мозг с компьютером. Мозг — это мощная система, и компьютер — мощная система. И теперь даже уже такие популярные идеи, которые Илон Маск в том числе пропуляризирует, состоит в том, что одно и другое можно соединить, но в любом случае есть такое узкое место, это интерфейс между тем и другим. Наша мышечная система тоже является частью этого интерфейса. Если мы избавимся от участия мышц, может быть, мы получим какие-то интересные результаты. Но идея, может быть, не так хороша, как она выглядит на первый взгляд. Я думаю, имеет смысл изучить следующий вопрос. Можно ли применить это к какой-то творческой деятельности, когда наша моторика как раз является ограничением для нас? Вот хороший пример. Многие из нас, когда набирают текст, особенно в коммуникаторах, мы постараемся избегать клавиши shift. То есть мы перестали требовать капитализации, то есть используя заглавных букв, которые грамматические правила требуют, но мы почему-то этого не делаем. Вроде бы это не так сложно, переключиться на верхний регистр, но почему-то нам больше нравится этого не делать. И тогда, может быть, есть какие-то действия, которые обычная моторика требует, этих действий можно избежать точно так же. Можно попробовать создать, сконструировать такое МК для изучения подобных взаимодействий. Но для инвазивных исследований такой путь может быть более эффективным, но пока есть очень серьезные этические ограничения. Это сопряжено с большим риском. И мы можем попробовать идти по пути неинвазивного МК. В этом случае, к правилу, мы считаем, что мы уже достигли пределов результативности. Как же можно получить результат еще лучше, чем обычная функциональность моторики? Но возможности здесь есть. Есть один очень интересный, хотя и парадоксальный подход, который был предложен довольно давно. Самый парадоксальный, что ему уже больше полувека. есть определенные сообщения о том, что были эксперименты Уолтера с пациентами. Ну, сформулировано все очень четко, замечательно. И автор даже предложил гибридный МК, который, как предполагается, основывается на двух разных компонентах. Один связан с ожиданием, а другой с намерением. Но самое парадоксальное в этом, что использование ожиданий ожиданий используется таким образом, что пользователь ожидает, что интерфейс будет реагировать на его намерение. И вот это ожидание осуществляется через E-волны и задействуется тем самым интерфейс. То есть включается триггер, всегда есть какое-то ожидание, и интерфейс будет работать на основе только ожидания от того, что он сработает. Вот еще интересная мысль. Грей Уолтер предложил, или, я скажу, подчеркнул, что система будет обходить обычную систему эффектора. То есть это не обычная двигательная система будет задействована, а на уровне коры будет выглядеть как-то совершенно по-другому. И здесь, возможно, заложены новые возможности взаимодействия человека и машины. Совершенно другой подход это взаимодействие машины с движением глаз. было обнаружено, что ответ интерфейса на короткую фиксацию взгляда создает субъективное ощущение, что наши намерения сразу преобразуются в действие на уровне компьютера. Роберт Джакоб, который наблюдал и описал этот эффект в своей работе, в той же самой работе предложил принцип, один из самых главных в области взаимодействия с взглядом. Следующим заключается, чем более чувствителен наш интерфейс последующие движения глаз, тем вполне ответ на это движение, потому что наши глаза в принципе все время движутся, и мы не можем контролировать движение глаз. То есть почти те же самые характеристики фиксации глаза могут интерпретировать, как система может быть интерпретирована как команда для совершения действия, то есть много ложно-позитивных срабатываний будет. Доктор Зандер, который будет позже выступать сегодня, много лет назад предложил использовать пассивный МК, основанный на волне ожиданий. на волне EG совместно с контролем движения глаз. В том случае, когда пользователь ожидает, что интерфейс среагирует на его намерение, которое проявляется через фиксацию взгляда, например, тогда будет возникать волна ожидания. условная негативная вариация иногда называется VCNV, но это более комплексное явление. В случае спонтанной фиксации ожидания ответа сфорен интерфейса не будет, поэтому можно увидеть тогда, что волны ожиданий не возникает. Были проведены ряд экспериментов. Мы также продолжили эту работу. Получили несколько другие волны в контексте игр с управлением через фиксацию взгляда. То есть пользователь с помощью взгляда совершает игровые действия или какие-то движения в рамках игры. Мы собрали информацию по фиксации взгляда, только спонтанной фиксации, в одном случае, а в другом те фиксации, которые намеренно сделаны, чтобы произвести какое-то действие в игре. Вот результат получился соответственно различный. Черный график это спонтанная фиксация, а другие связаны с намеренной фиксацией для совершения движений в игре. на сегодняшний день мы смогли обнаружить этот эффект у всех участников, с которыми работали, уже несколько десятков человек, и мы предложили использовать такое устройство, которое преобразует взгляд в действие. попробовали провести эксперименты с помощью вот такого онлайн интерфейса, но, к сожалению, классификация оказалась не очень удачной, и мы не смогли получить достаточно хорошие результаты при работе системы в реальном времени. И теперь мы думаем о том, как можно использовать другие мозговые сигналы, в том числе EMG, совместно с ЭЭГ, магнитную и энцефалограмму, электроэнцефалограмму, при этом фиксация взгляда используется как основу для быстрого взаимодействия. Александр предложил также использовать пассивные МК. Следующий пункт это управление игровыми действиями, и теперь несколько слов об исследованиях с помощью МЭГ. Есть определенные технические детали, я думаю, лучше посмотреть, как это все выглядит. Вот эта картина довольно типична в экспериментах с нашими участниками. Мы используем вариант игры, которая придумана была в России много лет назад, она называется линии, но играют в нее с помощью мышки. И задача в том, чтобы расположить шарики одного цвета по одной прямой, и пользователь просто один раз делает клик на шарик, следующий клик на свободную клетку, и этот шарик тогда перемещается на эту клетку. в нашем случае мы использовали игру с управлением с помощью фиксации взгляда. То есть, вместо того, чтобы двигать мышкой, речь идет о том, что взгляд должен фиксироваться более чем на 500 миллисекунд. В этом случае будет получена обратная связь. Здесь это результат фиксации взгляда 500 и более миллисекунд на шарике, появляется вокруг него рамка. Если участник эксперимента думает, считает, что вот именно этот шарик он хочет переместить, он перемещает взгляд на так называемую кнопку подтверждения вот здесь справа, и также через те же 500 миллисекунд получает обратную связь. После этого он может перемещать шарик, перемещая взгляд на свободную клетку. Вот здесь вот этот значок обозначает положение взгляда, чтобы мы понимали, что сейчас происходит каждый момент. Четыре раза проводилось, каждый раз скорость ускорялась, то есть игра довольно динамичная, и участникам она нравилась. Иногда взгляд, значок взгляда исчезал, потому что происходило моргание. Вот мы показываем, как происходит подтверждение хода. Происходит ход, появляются новые шарики после каждого хода. Положение взгляда очень динамично меняется, снова идет подтверждение переносом взгляда на кнопку подтверждения, и следующий ход. Иногда фиксация взгляда, за этим сразу следует обратная связь, но этот ход не подтверждается. И мы можем собирать данные по намеренной фиксации взгляда и спонтанной фиксации. Много еще других методических особенностей, деталей этого исследования, потому что мы должны быть уверены в том, что участники действительно собираются в данном случае сделать ход следующий, если человек смотрит на шарик, и таким образом мы можем собрать данные и по намеренной фиксации взгляда, и по спонтанной фиксации, то есть той фиксации, которая не подтверждается нажатием соответствующей кнопки. Либо не было намерения переместить этот шарик, просто человек задержал взгляд на том или ином шарике. Вот здесь перечислены определенные правила для того, чтобы наши массивы данных были более четкими и разделялись между спонтанными и намеренными фиксациями взгляда. Вот еще другие детали перечислены. Пока еще исследование не завершено. Вот мы предполагаем, что будет, когда мы закончим анализ источников. Это локализация источника, который показывает разницу между спонтанной и намеренной фиксацией взгляда и, соответственно, временной рамки. МЭК обеспечит довольно хорошую локализацию, не как МРТ, но сопоставимую. Мы уже провели анализ на уровне сенсора, использовали смешную линейную модель ЛММ, довольно хороший статистический метод, а здесь показана карта различных типов сенсоров, магнитометры и гардиометры. Они показаны для разных временных окон. и, как мы видим, после фиксации начинается активность в разных областях, и здесь мы можем уже наблюдать временные рамки тех событий, которые происходят вот в тех самых мощных сенсорных областях. Мы видим довольно... Эта активность начинается довольно рано, практически в момент фиксации взгляда, что отличает наше случай волны ожиданий в ЭЭГ, при применении ЭЭГ, потому что волны ожиданий развиваются как-то ближе к концу интервала фиксации взгляда. Здесь мы видим также что-то похожее на волну, как и в ЭЭГ, как и в МОГ, но здесь она сильнее. Иван Зубрев, который завтра будет делать доклад, участвовал в этой работе, и он построил такую очень хорошую нейронную сеть, которая позволяет декодировать сигналы очень эффективно. результаты не очень высокого классификационного результата, но мы можем позже использовать их в случае ЭЭГ. Главный вывод, что с помощью МЭГ мы можем использовать разные компоненты и, совмещая с ЭЭГ, мы можем добиться более качественной классификации. вот перечислены наши планы по классификации в реальном времени. Я также хотел бы отметить, что этот подход сравнения сопоставления с спонтанной и намеренной фиксацией можно применить для решения самых разных задач, например, изучения мозговых механизмов намерения, потому что спонтанная фиксация это очень хорошие контрольные условия для изучения намеренных действий. Другие исследования не буду рассматривать подробно, даже есть ФМРК исследования для изучения спонтанной фиксации взгляда. У нас также на выставке будет постер, но, к сожалению, Дориси Чао основной автор этого постера заболел и не приедет, поэтому я его буду представлять. Речь идет о отслеживании движущихся объектов и маркерах статических изображений. Еще одна совершенно другая система это управление коляской с помощью взгляда системы. Здесь тоже очень интересное применение маркеров для управления такой системой. Я хотел бы здесь поблагодарить соавторов работы из лаборатории, особенно Анатолия Васильева, который очень серьезно внес вклад со стороны МЭГ и наши сотрудники также в центре в московском центре Алексей Осаджи, который тоже будет сегодня выступать. Это я, Иван Зубрев, и Богдан Козырский завтра будет также от имени нашей лаборатории выступать. Вот некоторые публикации, которые посвящены этой теме. и на этом я благодарю Вас за внимание. Спасибо. Вопрос по игре и правилам, которые Вы установили. Мужчина, женщина, участник не думает о том выборе, который делает. Как Вы применяете это в эксперименте? Мы стараемся избегать тех ситуаций, где мы неуверены, было или не было намерения. Если мы не уверены в том, что намерения не было, в случае, когда происходят какие-то странные вещи в стратегии или недостаточно быстрое подтверждение, мы исключаем эти ходы из анализа. мы собираем только самые очевидные случаи. То есть, Вы просто вручную вычищаете данные. Не вручную, есть определенные правила. Одно из правил в том, что мы собирали только те случаи, когда подтверждение хода происходило быстро. Например, временной график здесь был показан. Здесь мы видим, что во многих случаях подтверждение происходило очень быстро после фиксации взгляда на шарики и потом очень быстро взгляд перемещался на кнопку подтверждения. Но если что-то происходило другое, то, возможно, человек сначала смотрел на шарик и только потом, получив эту обратную связь, решил не делать этот ход. А возможно, что у него не было намерения вообще двигать этот шарик. Поэтому эти данные мы отсекали. Два взаимосвязанных вопроса. Наблюдали ли Вы какую-то пластичность в обучении, то есть, что в процессе игры совершенствовался навык. Но, к сожалению, мы не использовали. Мы не работали много с экспериментами в режиме реального времени, потому что система в реальном времени не очень хорошо работает по важным причинам. Это ложные срабатывания, это не фиксация на тех же самых позициях и так далее. Ну, если связать это с экспериментами с контролем фиксации взгляда, на сегодняшний день мы не замечали этого явления, но, опять же, это наше исследование систематично. Есть участники, которые многократно участвовали в эксперименте нашей лаборатории. Использовали биомаркеры для заболеваний нервной системы или психических заболеваний? Да, это возможно, мы не можем быть уверены в этом, но одно из возможных применений это проверка когнитивных способностей или попытка их улучшить на основе этих биомаркеров. Большое вам спасибо за доклад, за ним стоит потрясающая работа. Вы как-то упомянули, что классификации в сценарии онлайн не очень удовлетворительны. Есть ли у вас представление о том, как улучшить этот результат или как применить все-таки на реальное время, чтобы значимый результат получился? У нас была идея, что если классификация, основной базовой классификации невысок, будет слишком много чрезмерной реакции на ложно-позитивное срабатывание, потому что они будут раздражающим фактором. Поэтому мы решили поднять базу уровня классификации, повыше устанавливать, чтобы не было столько ложных срабатываний и чтобы участники не были, чтобы они не боялись фиксировать взгляд где-то, даже если эта фиксация ненамеренная. Один из возможных подходов в том, что сначала попробовать применить статистические подходы и разные сигналы, то есть совместно ЭЭГ и МЭГ, и, может быть, немножко изменить парадигму. И затем, если система будет нормально работать и не будет негативной реакции на обратную связь, может быть, дальше мы пойдем по пути усовершенствования условий. То есть был, 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 был показатель, менялся ли слишком показатель реакции ИРП участников или, может быть, вы применяли статистику? У нас не было достаточного количества данных для более детального анализа, но я говорил, что работа продолжается, и, кроме того, реакция поступает достаточно быстро на ложно-позитивное срабатывание. Еще один очень интересный эффект, который, ну, для эксперимента он не очень хороший, но сам по себе интересен. Участники, как правило, не сразу реагируют. если интерфейс дает ложный ответ, потому что они фиксируют взгляд в той или иной точке по каким-то причинам, то есть они очень близки к фиксации этого шарика, и видят, что вдруг, что интерфейс не отслеживает их намерения, возникает мысль, а было ли у меня это намерение? Может быть, вот я сам участвую в качестве испытуемого, часто чувствовал, что я часто узнаю вот эту ложную реакцию интерфейса. Если прогнать это через генератор случайных чисел, результаты будут очень похожими, то есть часто это выглядит не как ложная реакция. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова